70 ограничения Поехали Я ее сейчас спрошу Чтобы она Моя навигация Не выводила нас на Автостраду Посмотрим Послушает нет Куда она нас поведет Говорит надо сворачивать Хорошо Вот направление Бон стоит Но это все таки на На автобан она нас ведет Молодец Я тебя просил по деревням Нас провести А ты нас на этот же автобан и выводишь Мы там уже были ребята Так Ну что если рискнуть и поехать прямо Можем поплутать тут конечно Хотя и навигация есть Но вообще вы знаете Давайте мы это сделаем Давайте мы это сделаем Давайте проедем Хоть через один маленький городочек Вот там я вижу Церковушка уже стоит Давайте поедем Да вот это Хеневзик Давайте мы через него сейчас И проедем Немножко так сказать С вами глянем Типичные Это типичные Немецкие городишки Дело в том что Норд-Райн-Вестфаля Это НРВ Где я живу Это Наша Земля Здесь практически не прекращаются они Эти городочки Деревушки И так далее И они идут один за другим Просто У нас самая Высоконаселенная Земля Больше всех И вот От ее голосования Допустим Многое зависит А здесь Засели Вот эти вот Красные Социал-демократы И Развалили всю эту Землю До неузнаваемости Наша Земля Больше всего Приняла Всех этих Якобы Беженцев Бюджет Трещит Пошла А мы Все их набираем Из Африки И самое большое Количество Из Северной Африки Так называемый Нафрис Полицейских Называют Нафрис Сокращение То есть Норд-Северная Африка Африка Это вот Центр Пожалуйста Вот такие вот Центрики Здесь И В прошлый раз Вот Этот Блошиный рынок Проходил Здесь Именно Это я хотел Вам здесь Показать И поэтому Я специально Сейчас проеду Хотя Моя навигация Ругается И кричит Давай Поворачивай Но я Голосовые Связки Пережал Вот Вот Здесь Здесь Как раз И Проходит Ну Это Будет Уже Ближе К лету То есть Это Первый Старт Поэтому Мы С вами Все равно Давайте Посмотрим Они Вот такие Милые Они Очень Уютные И Как бы Так как Все это Чмо Африканское Оно Стремится В большие Города Кель Дормунд И так Далее Здесь У них Нету Развлекаловки Такой Поэтому В них Еще Сохранился Такой Немецкий Шарм Не так Много Как Допустим У нас В Воне В Кельне Там Вообще А в Воне Тоже Чуть ли Не второй Уже Беженец И негр Ну Вот Как-то Так Ну А теперь Мы Уже Поворачиваем С вами И будем Искать Дорогу Домой Так Я вижу Здесь Развилку Ну Куда Ни Она Нас Приведет Кстати Вот На кольце В отличие От России Как мне Рассказывали Кто на кольце Тот и прав Все Так И что Он говорит Нам 560 Кель Ну Это близко К нам Это то Что нам Надо Поэтому Поедем Давайте На Кель В сторону Кель Так Правильно Сказать Да Вот И Блон То есть Дороги Здесь Очень Хорош Оформлены Этими Чуть Не Сказать Гешильд Гешильд Это Вот Указатели То есть Они Полны Указателей И Поэтому Проблем Нет И Моя Железная Леди Как я Называю В хорошем Настроении С железными Мозгами Навигаться Она Вывозит Все таки Нас На автобан Пытается Сократить На Путь И Когда Она Это Делает Вопреки Думаю Это Да Я Говорю Что Дура Бестолковая Свинья Бессовестная Я Иногда С ней Разговариваю Вот Так Интереснее Ехать Ну А Теперь Давайте Включим Музычку И Поедем Уже Да Кстати Давайте Мы посмотрим Сколько Она Берет Вот Сейчас Я Еду Сейчас Я газу Дам Потом Отпущу Вот Смотрите Справа Да Мы Едем Сейчас 100 Км В час Так Я Поставлю Ее На Модус То есть Темпомат Вот Сейчас Темпомат Мы едем 100 Км В час Вот Вот И Мы Смотрим Да Вот Мы Сейчас Подняли Сборочку Немножко Она Прибавила Газ Естественно Бензин Пошел Больше 8 8 Но Это В принципе И все Если Не газовать Мазда Мазда Экономная Машина Особенно На Автобане Вот Она Так И Будет Держать 6 7 Не Важно 100 Или 130 Я Поеду При Шестой Скорости Она Шестискоростная Она Будет Держать Вот Сейчас Я Убрал Ноги С педали Газа Отовсюду Сижу Она Сама Едет Я Только Немножку Рулю И Все То То Есть Вот В такой Спокойной Атмосфере Мы С вами Сейчас Доедем До Студии Там Меня Ждет Ричард Со страшной Силой Хочется Ему Уже Гулять Кстати Обратите Внимание Вот Он Говорит 60 Да Мигает И Здесь Действительно Очень Довольно Крутой Поворот Но Дело Не В этом Дело В том Что Тут В кустах У них Стоит Радар Сейчас Я Покажу Причем Он Стационарный Раньше Они Тут Подкараулили А Теперь Стоит Стационарный Одноглазый Бандит Так Уйдем Сейчас На Эту Полосу И Вот Где-то Здесь Он Стоит Здесь Сотня Ограничений Стоит Радар Даже Предупреждаю Что здесь Радар Стоит Это Слепому И дурному Непонятно Что Тебя Здесь Выловят Вот Посмотрите Не знаю Видите Нет Стоит Столбик Белый Такой Столбик С двумя Окошечками И Ряда С ним Еще Один Вот Это Есть Эти Одноглазые Бандиты Но Все По-честному Предупреждают Где-то Предупреждают Где-то Нет Но Здесь Во всяком Случае Видите Как раз Тот самый Момент Что Предупредили А там Уже Сам Решаем Если денег Много Ну Давай Плати Вот На котором Мы Мы Жили Перед Отъездом В Германию И Очень Очень Долго Ехал Пока Через 70 Километров Не Обнаружил Маленькую Прибитую Кривь На Каком-то Не Не Будем Вообще Отключим То Что Здесь Я Ориентируюсь Ну Очень Хорошо Здесь Я Жил Это Район Один Из Таких Отдаленных Районов Но Это Бон Это Бон Только Райончик И Здесь Я Ну За Я Не Знаю Сколько Я Здесь Жил Лет 6 Наверное Точно Я Тут Все Конечно Знаю И Поэтому Я Сейчас Немножечко Покажу Чуть Чуть Так Зеленый Загорелся Они Тут Как я Сказал Строят Что-то Опять То ли Расширяют Да Скорее Всего Расширяют Дорогу Это Происходит Вечно Район Это Называется Хольслар Граничит Он С Хангеларом И Вот Интересно В Хангеларе Есть Маленький Аэродром Для Маленьких Таких Самолетов И Планеров Как Честно А Мне Всю Жизнь Хотелось Хоть раз Побывать В воздухе Без Мотора Стоит Дорого Стоит Очень Дорого Стоит 300 Евро За 20 Нет 300 Марок Тогда Было Это Да 300 Марок А может Быть Я уже Не помню Ребята А ну Да 150 Евро 300 Марок Все Верно И Я С Мастером Мы Оставались Я Тогда Еще Работал В Столярке Мы Оставались Мы делали яхту Маленькую Джоли яхта Самая маленькая яхта В мире И мы их делали С ним Мы делали Заказ Такой И Так как Потратили Очень много Часов Я старался Очень сильно Он это видел И С хозяином Этой яхты Они мне подарили Он говорит О чем ты мечтаешь Я говорю Я хочу полетать И они мне Подарили Этот самый Полет И вот здесь Хангелары На этом Я полетал Буквально Действительно 20 минут Но Тем не менее Мечта Как бы Сбылась Да То есть Вот сейчас Мы сюда И с вами Проедем В тот самый Райончик Где я Давно Жил В принципе Неплохой Ну Отдаленный Такой район До центра Где-то надо С полчаса Наверное На автобусе Пилить Вы будете Смеяться Наверное Над этим Но полчаса Это много Для меня Ехать Поэтому Жене моей Никогда не нравится Да и мне не очень Здесь Огромное Предприятие Каутекс Это латекс И всякие Резина И так далее И впереди Мы видим Небольшие холмы Которые Они называют Горы То есть Это Зибенгебергия Это Семь гор Так называемых Здесь Семь вершинок Но я думаю Они не очень Большие Но может быть Тысячники Там 1200 Может вот так Не больше И мы с вами Сейчас Проедем Здесь Да-да-да Вот В этом Поселочке Который Впереди Открывается Мы Жили Здесь В общем-то Такой Как бы Спальный район Ничего Нету Практически Для детей Здесь ферма Такая Для животных Они там Овечек Лошадок Кормят И так далее То есть Живность Такую Вот Это вот Я говорю Чисто Типичный Такой Маленькие Дома Все почти Частные В массе Своей Здесь У меня Живет Вот В таком Доме Живет Мой Соавтор Моей Книги Яхен Ютнер Вот Здесь он Живет Папа Купил Квартиру Вложил Свои Деньги И он Тут Живет Так Слева Тут у нас Кафе Я любил Первый Ресторан В котором Мы с женой Пошли Тогда Мы праздновали 25 лет Первый раз Пошли в немецкий Ресторан Очень понравилось Было очень вкусно Но потом Там сменился Повар Ну На том Все закончилось Как всегда Рестораны Они держатся На поварах Вот Это ферма Она так Выглядит Несколько Убого Но Вот Так она Выглядит Здесь Вот Сиена То есть Это вот Чисто Деревенские Такие Занятия Хольстар Он хоть И относится К Бону Но он такой Это уже Деревня Скажем так Хотя Я вам скажу Так Что Бон По большой Части И состоит Из деревень То есть Те Которые Раньше Были Сами По себе Их Объединили Под Боном И гиды И все И они Стали Называть Себя Гоном Так Вот Тоже Очень большой Магазин Реве Центр Так Как правило Здесь Большие Магазины На Окраинах Маленькая Заправка Вот А здесь Сейчас Я Развернусь Вот Уже Изменения Здесь Сто лет Не было И вот В этом Месте Была Столярная Мастерская Сейчас Здесь Я смотрю Машины Продают А вот Это Справа Как раз Вот это Вот Здесь Была Столярная Мастерская Где Я Первый Год Свой По Приезду В Германию И работал Обычным Столяром Без Всяких Изысков Так Ну и Теперь Мы Поедем С вами По такой Дорожке Которая Ведет Через Лес Так Дядька Бежит Но Бежит Он Не за Пивом Потому Что Магазины Закрыты Вот Судя По Прическе Это Русский Дядька Бежит Ага То есть Я научился Узнавать Своих Соотечественниц По Лицу По Прическе Да Скрыться Невозможно Практически Выдает Да Особенно Ребята С Казахстана Они там Очень сильно Помешались И Привезли С собой Скажем так На одного Дедушку Немца Спасибо Вот видите Уступил мне Хотя Я был прав На одного Дедушку Немца Приезжала Целая Деревня Русских Людей Которые Уже Ни сном Ни духом С немецкой Культурой Или с немецким Языком Но Хотели В Германию Слава Им в том Что Они приехали Да Быстро Ассимилировались Стали Строить Свои Дома И Как правило Очень много Русских Людей Приехавших Скажем так С Казахстана Из деревень Да Они живут В своих домах Да И они до конца Жизни будут платить Банку Это Да И на пенсию Будут Еще будут платить Но Они считают Что так Лучше Я приехал В 44 Года И я не рискнул Потому что Стоит потерять работу А я потерял работу То Все Ты можешь У тебя банк Оттуда выселит И все на улицу Ну на улицу нет Но Долгов тебе навешивают Так И вот мы теперь Едем Вот сюда Вот здесь Это Зименгебергия И вот здесь Это лесная дорога Есть ограничения Не больше 30 Когда дождь А когда нет Дождя 50 Спокойненько Можно ехать Обычно Здесь очень красиво Зелено То есть Это настоящий лес Никакие не посадки Это так Лес и есть Сосны ели Там внутри Есть провальное Такое озеро Вот куда люди Собрались Как раз идти Вот стоят машинки Да Они Любят ходить По лесу Но интересно Что в лесу Гравированные Дорожки из гравия То есть Тут тоже Вмешалась Цивилизация Очень сильная А вот это провальное Озеро Скалистое Оно очень красивое Большое Голубое Абсолютно Потому что там Купаться тоже запрещено Оно очень глубокое И холодное Вот Ну красиво там И Его облюбовали Любители Однополых Браков Мягко так скажем Очень Очень Мягко Да И как бы Простой народ Туда перестал ходить Ну ходят те Которые не знают Потому что На тебя всегда Там смотрят Как вот Хотя здесь Толерантность Развитого Ого Как Да И Все чуть ли не Любят их Но Все равно Наш русский Человек Будучи в этом Толерантном Обществе До такой степени Не осимиливается Скажем так Потому что До сих пор Не принимает Эту форму За что Немцы говорят Что у вас Как бы Заторможенная Культура Еще Замороженная Двести летние Назад Культура Немецкая И Вы не можете Это принять То есть Как они говорят Мумифицерт То есть Ну как понятно Да Как мумия Ну я говорю Ребята Уж лучше Вот с такой Кровью Но чисто На всяком случае Чем вы тут Мешаетесь С неграми С турками Со всякой Чуть не сказал Ладно Ребят Вы не обращайте Внимание Я действительно Не очень Лоялен И не очень Толерант Я Так Вырос И мы Имеем Печальный опыт С этими Ребятами Из южных Республик И поэтому Как бы У меня До сих пор Осталось И не проходит И не проходит Потому что Расизм Он Не имеет Цвета кожи Расизм Он также Может быть Белым Как и черным Как и Турецким Как и немецким То есть Сейчас идет Обратная Скажем Так Отдача Идет Поэтому Я не хочу В это Вникать Но Вы слышите Мои нотки Поэтому Чтобы вы Не удивлялись Как говорят Я не Расист Но Вот когда Говорят Но Это уже Значит Ты Расист Расист Так Мы Подъезжаем К вами К нашей Студии Уже На пути Переехали Рейн Находимся На другой стороне Рейна Теперь Здесь 60 Убираем Газ Ну А дальше Дорога Вам уже Известна Поэтому Я С вами На этом Прощаюсь Включаю Свою Музыку Японских Девочек И Поехали Став Всей Я Музыка Я Скорее С вами С вами До новых Восторг Субтитры Игорь Я Субтитры С вами Субтитры Игорь С вам Субтитры Субтитры Продолжение следует...